Это уникальные кадры. Редакция Крымреали обнаружила их в собственных архивах. Впервые публикуем. На них Олег Сенцов в марте 2014 года у штаба береговой обороны. Военную часть блокируют российские военнослужащие. Им помогают пророссийски настроенные крымчане. По другую сторону улицы собираются те, кто поддерживает Украину. Среди них Олег. В мае его задержат. Это последнее его видео на свободе. Не может быть справедливо по определению. Ничего личного, что есть. Олега побрели на лысо. За время голодовки он не похудел. Получает поддерживающую терапию, на которую согласился. Об этом рассказала уполномоченная по правам человека в России. Татьяна Москалькова уверяет, каждый день ей приходят отчеты о состоянии здоровья Сенцова и даже фотографии. Писали, что у него зубы выпали, что там чуть ли не цинга. Это не так. Зубы на месте. Он обрет наголо, но выглядит хорошо. Получает поддерживающую терапию. Витамины, глюкозу, белки. Собственного согласия получает. То есть у него фактически там как лечебное голодание получается. Ну а так голодовка, протест – это его законное право. К Сенцову в Лабытнанге приезжал украинский омбудсмен Людмила Денисова. Но ее без российской коллеги не пустили. В начале июня Путин и Порошенко договорились по телефону, что уполномоченные синхронно посетят арестованных в России и в Украине. Я встретилась с начальником колонии и с начальником управления исполнения наказаний Ямало-Ненецкого округа. Именно он отказал мне во встрече с Олегом Сенцовым. Ни при каких обстоятельствах. В колонии в городе Лабытнанге, расположенном за полярным кругом в Ямало-Ненецком автономном округе, Олег Сенцов отбывает наказание с октября прошлого года. Весила, весила, встретим Новый год. Это видео празднования Нового года в колонии. Возможно, на этом плацу где-то стоит и Олег. Программа у Деда Мороза особая, тюремная. Кто не весит, тот пусть вспомнит. Все не вечно под ловной. Значит, поздно или рано, он отправится домой. Слышу, чу, спешит, однако, моя рыжая собака. Уже во время голодания Сенцов поблагодарил за поддержку российских режиссеров Аркус, Манского и Бакурадзе. Письмо Олега зачитали со сцены кинофестиваля «Кинотавр». Любовь Аркус, Бакур Бакурадзе, Виталий Манский и другие. Спасибо вам, ребята, большое. Мне приятно слышать такие слова от таких людей, у которых я учился, на их работах или статьях. Не смею звать себя вашим коллегой, мне до этого еще далеко. Я сделал слишком мало. Но надеюсь, что когда-нибудь смогу приблизиться к вашему уровню понимания кино. Ваш Олег Сенцов. Мы обратились к этим режиссерам, тем, кого Сенцов считает авторитетами в профессии. Любовь Аркус уверена, что никто и ничто не сможет заставить Путина освободить Олега. Насколько я понимаю характер нашего президента, на него не может повлиять никакое давление. Поэтому это тоже очень сильно затрудняет действия тех людей, которые действительно хотят не пиариться на фоне Сенцова, а действительно всем сердцем хотят добиться, чтобы он остался жив, чтобы он вернулся к своей семье, чтобы он вернулся к этому мальчику. У мальчика аутизм – это невозможно, чтобы он остался без отца. И те люди, которые хотят не видимости борьбы, видимости деятельности, а которые хотят простой вещи, чтобы отец вернулся к сыну, сын вернулся к матери, они думают о том, что на Путина нельзя давить. Это такой характер. Мне кажется, что на него не может оказать влияние ничто, а только какая-то логика, которую он для себя решит. Имидж мягкого и либерального политика Путину не нужен, говорит режиссер Бакур Бакурадзе. По его мнению, при таких трагических обстоятельствах важно проявить человечность коллегу. И больше всего Бакурадзе удивляет молчаливая позиция церкви. Знаете, что меня поражает больше всего? Что в Российской Православной Церкви не нашелся ни один человек, который мог бы выйти и публично сказать о вот именно вот этом человеческом факторе. Виталий Манский говорит, Сенцов не мессия, а обычный человек. Отец, и он обязательно выйдет на свободу. Но Олег – это также своеобразный тест на совесть россиян. Поступок Олега Сенцова дает шанс каждому быть неподлицом и как-то это проявить, сформулировать. Это очень важное обстоятельство. То есть я понимаю, что Олег не закладывал это в свои планы, если так можно, опять же, синично выразиться. Но для каждого россиян, тем более кинематографиста, голодовка Олега Сенцова – это шанс все же самоочищения. На прошлой неделе российский журналист Алексей Венедиктов написал о возможном скором обмене Сенцова. На что пресс-секретарь Путина Песков уточнил, что осужденный должен сам инициировать процесс своего помилования. Однако Олег, он не раз говорил, что просить президента России ни о чем не будет, для него это принципиальная позиция. Есть еще один путь, когда за заключенных формально просит кто-то другой, так было Савченко, Чайгозом и Умеровым. За Сенцова ходатайствовать о помиловании готов лично генеральный секретарь Совета Европы Ягланд. Это предусмотрено Европейской конвенцией по правам человека. Дмитрий Евчин, Анжелика Руденко, Крымреалии.